Сегодня в Чебоксарах состоялась августовская педагогическая конференция. По традиции такая встреча – повод обсудить результаты прошедшего года и наметить планы на будущее. Чему был посвящен нынешний педсовет и какие вопросы на нем обсуждались, узнала наша съемочная группа. Красивые, нарядные, отдохнувшие. Преподаватели вузов и техникумов, школьные учителя и воспитатели готовы к встрече с детьми. Готовы они и к серьезному разговору. Тема, которую вынесли во главу угла – формирование инновационной образовательной среды, стратегический приоритет Чувашии. Для решения глобальных задач, вызовов 2-3-го десятилетия 21-го века, очень важно качество человеческого капитала. Согласен, что успешное развитие цифровой экономики будет происходить только тогда, когда профессионалы новой формации будут умеют находить комплексные, как правило, уникальные решения. Для этого, прежде всего, нужна инновационная образовательная среда, нужна проектная культура, активная научно-исследовательская деятельность и детей, и молодежи, и педагогов. Каким должен быть ученик, абитуриент, студент 21-го века? Это тоже непраздный вопрос. Педагоги обсуждают, спорят, предлагают. С 1 сентября учреждения СПУ будут ввести подготовку только под 21 новой программой. А к 2020 году мы должны готовить кадры уже более чем по 50 новым программам. В нашей республике статья расходов на образование остается одной из самых крупных и составляет 30% бюджета. Кроме того, благодаря участию в различных программах и проектах к модернизации системы образования, только в этом году привлечено из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. На федеральном уровне Чувашская республика пользуется авторитетом. Конечно, мы должны создавать условия для нормальной работы наших учителей. Это модернизация школ, материальное создание, материальные технические базы, строительство новых школ. И, конечно же, из-за вклада, соответствующая экономика, что Александр сказал, должна быть достойной. Не обошлось и без поздравлений. За вклад в развитие образования, профессионализм и многолетний добросовестный труд трем педагогам присвоили звание «Заслуженный работник образования России». Один из них – Александр Егоров. Его старше более 28 лет. Хорошим учителем, считает он, стать несложно. Главное – неукоснительно следовать всего лишь одному правилу. Любовь в своей профессии должна быть. Должно быть стремление к чему-то научиться. Не всегда это у нас получается. Ну, в общем, желающий, тот человек, который стремится эту профессию получить, он, естественно, достигает. Конференция завершилась, а педагоги еще долго общались между собой. Наработанные практики должны стать общим достоянием. Рифат Фаткулин, Разиль Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова